А стоит ли знакомиться на сайте знакомств с девушками? А стоит ли знакомиться в интернете в принципе? Многие из вас, наверное, задаются этим вопросом. Сегодня я расскажу свой опыт знакомства на сайте знакомств в течение месяца. Я специально сделал такой экспериментик, купил там вип-статус, который позволяет писать каждый день неограниченному количеству девушек, и пытался знакомиться, писал им, писал не каждый день, но писал периодически, когда-то больше, когда-то меньше, писал девушкам, потом пробовала с ними пообщаться, конечно же, найти интересную, мне симпатичную, совместимую со мной более или менее хотя бы плюс-минус девушку. Не к тому, что у меня какие-то прям завышенные сверхтребования. Нет, у меня требования нормальные, адекватные, стандартные, я бы сказал, даже для большинства парней, мужчин. Я не скажу, что у меня супер какие-то завышенные ожидания на этот счет, на знакомства в интернете. Все-таки вот эти все интернет-знакомства вошли в нашу жизнь буквально в последние, может быть, 3-4 года, особенно когда случилась пандемия, и люди стали все валом валить в интернет и общаться через мессенджеры, социальные сети, электронные общения и так далее и тому подобное. Поэтому только лишь именно в последнее время оно начинает набирать обороты. Но деградация среди людей, отношений и в головах, и умах девушек, она происходит уже очень давно. Если раньше было с этим туговато, когда еще лет 10 назад, допустим, я знакомился в интернете, то сейчас это вообще полный мрак. Это вот забегая вперед, я бы хотел уже сказать о результатах своего месячного знакомства, точнее попыток познакомиться. Это полный мрак, это такая дичь, это просто что-то невозможное. Ну, хорошо, давайте конкретнее. Вот в течение месяца я писал девушкам, ну, где-то не каждый день, но там можно через день, через два дня. И вот слева от меня лента сообщения тем девушкам, которые я отправлял. Я писал достаточно нормальные, адекватные, где-то нейтральные, где-то более позитивные, где-то более нейтральные фразы. Что-то чуть-чуть поинтереснее, но опять-таки я избегаю всегда фраз, которые могут быть поняты двусмысленно. Потому что я понимаю, что девушка меня не знает, у нее могут быть свои какие-то установки, свои стереотипы, она может там подумать вдруг, что фраза «Привет, как дела?» Вот для нее, например, да, эта фраза означает «Вошел в жопу». Ну, например, я условно говорю, но бывает такое, что пишешь совершенно нормально, адекватно, интересно даже, пытаешься написать. И тут вдруг девушка тебе перестает писать, перестает отвечать, и ты начинаешь сидеть и думать, что случилось-то, что вообще произошло? Я пишу вообще нормальные, адекватные вещи, какого хрена, что происходит, почему так? И вот я вот это все писал, писал. Я даже не буду все это пролистывать, потому что там очень много, я реально очень, иногда я реально очень много писал. Я прям иногда, прям до упора сижу, прям перелистываю анкеты, прям сижу, выписываю. То есть мне было интересно. Ну, с кем-то получалось попереписываться, с кем-то не получалось попереписываться, кому-то я был неинтересен, я признаю, что я тоже не идеальный, конечно, человек. И по факту у меня не было ни одной встречи с двумя девушками или с тремя, я переписывался в WhatsApp или в Telegram, но я с ними решил не встречаться, потому что одна из них сама перестала писать, а две из них начали выдвигать требования, что значит, чтобы встретиться с одной, нужно обязательно прийти с букетом цветов, это 31 роза. Почему 31, я не знаю, конечно, но 31 роза, а с другой надо было пойти обязательно куда-нибудь или в кафе или в ресторан, причем у нее такое убеждение, что обязательно всегда парень за нее платит, и это вот будет так. И мне это не жалко заплатить, я это считаю нормальным, если парень приглашает куда-то девушку, это нормально, если там у нее угощает пирожникой, кофе, чаем. Но опять-таки, это не должно быть, во-первых, в такой ультиматной форме, прям жестко, прям это будет только так, а это было именно в такой форме, что вот именно так и так, как будто уже пытаются стать какие-то условия, пытаются уже как-то манипулировать. И вот это уже, вот это самое главное, именно мета-сообщение вот этого всего мне не понравилось, понимаешь, что не дело. Я не против заплатить, я не против угостить девушку, я не против, если тем более она мне нравится, если она отвечает взаимностью, если она хорошая, если она действительно милая, женственная. Это будет получаться само, это не должно быть именно так вот, в такой форме и вообще озвучено, я считаю. Потому что если девушка уже красивая, милая, добрая, женственная, парню нормальному, адекватному, самому нормально захочется ее как-то, ну, сделать какой-то подарок, знак внимания, комплимент, чем-то угостить, куда-то отвезти, это вполне нормально, должно происходить именно на уровне уже энергетики между людьми. Если парень, конечно, баран, ничего не понимает, не чувствует, или девушка борзая, дерзкая, начинает его провоцировать и вызывать, да, то есть если перегиб или с одной, или с другой стороны, то, естественно, тогда вот это вот будет ненормально и не в порядке, тогда зачем тогда с таким человеком общаться? И тогда надо себе задавать вопрос, а хочешь ли ты взаимодействовать дальше с этим человеком? Готов ли ты дальше как-то вот прорабатывать ее, может быть, если в целом, может быть, по другим качествам она тебе нравится? Может быть, у вас очень какие-то классные совместимые увлечения, интересы, цели? Но вот у нее есть такой перекос, что парень должен это, или должен еще что-то, или еще что-то, вот у нее какие-то есть такие установки, тогда надо еще понять, а есть ли у нее еще какие-нибудь установки? А откуда это у нее идет? Откуда это? Почему она так думает? Вот, считает ли она тебя, в первую очередь, ведущим в отношении, считает ли она тебя сильным, считает ли она, в принципе, что мужчина должен быть всегда ведущим, считает ли она, что патриархат – это правильно, считает ли, что она должна все-таки идти за мужчиной, или нет? Это не означает, что женщина должна быть какой-то слабой, уязвленной в своих правах, нет. Просто дело в том, что когда мужчина и женщина гармонично взаимодействуют, и у них происходит резонанс полностью, полностью полный резонанс друг с другом, на основе общих целей, интересов, энергетики и так далее, мыслей, идей и так далее, то тогда, когда женщине хорошо в этих отношениях, и мужчине будет хорошо, и наоборот, когда женщине будет плохо, и ему тоже так же будет плохо, потому что ей плохо. Вот это называется резонанс, гармония на основе патриархата, когда мужчина главный, ведущий, а женщина, она за ним, она ему помогает, вдохновляет, она чувствует себя защищенной, чувствует себя как бы слабой, но в смысле защищенной, и мужчина тогда будет становиться сильнее, для него это будет вызовом, таким приятным, хорошим для достижения, для развития, саморазвития. В общем, я не стал с ними встречаться, ни с той любительницей цветов, ни с этой любительницей пойти покушать, потому что какое-то время у меня было в жизни период, когда я всегда ходил с девушками по кафе, по ресторанам, и я накормил огромное количество народу в свое время, но особо никакого эффекта это не дало, в итоге это особо ни на что не влияет. Это немного продлевает общение с этой девушкой, да, ты немножко завоевываешь бонусов в отношении себя, но в конце концов, если ты не интересен именно сам по себе как личность, то общаться в конце концов она с тобой не будет, она просто будет там искать себя другого парня. Никого не хочу обижать, и я понимаю, что у некоторых девушек есть действительно просто требования какие-то свои определенные, потому что, допустим, может быть, девушка тоже действительно, она очень крутая по своему там развитию, по еще какому-то уровню своему, очень красивая, очень женственная, ну тогда надо как-то и соответствовать ее уровню, и тогда совершенно нормально, если ты уже пригласишь ее куда-то там в то же ресторан или в то же кафе, или в принципе как-то еще вложишься, покажешь себя, например, чтобы ее заинтересовать, потому что если она востребованная, красивая, умная, женственная, естественно, она понимает, что вокруг нее много мужского внимания, и на кого попало, она тоже не будет тратить свое время и силы, поэтому в некоторых случаях это нормально. Сразу прийти там с цветами, например, или пойти в ресторан, но когда вы примерно там одного уровня, одного социального уровня, одного уровня развития, примерно там одних интересов, то не надо вот этих вот загонов, не надо этого пафоса, там мужчина должен, мужчина не должен. В общем-то, ничего у меня не получилось за этот месяц, и вот эти все сообщения, долгие-долгие переписки, так, в общем-то, ничего не произошло. Но я не хочу сказать то, что не стоит знакомиться не на сайте знакомств, а только походить в реальности, или в принципе все девушки такие. Нет, знакомиться надо, знакомиться нужно, естественно, нужно подходить и, в первую очередь, вживую подходить. Это нормально, это правильно, я сторонник именно живого общения, живых подходов. Но надо понимать, что иногда удобнее бывает и в интернете. Например, зимой, когда не особо там нагуляешься, или бывает, что ты очень занят, там нет времени где-то гулять, разгуливать, а в интернете раз там зашел, посидел, попереписывался, ну, хорошо, тем самым можно сэкономить время, можно пообщаться. И в конце концов, бывают все-таки нормальные, интересные, хорошие, адекватные девушки, и у меня с ними были отношения и встречи, и действительно там можно встретить нормальную, адекватную девушку. Поэтому знакомиться на сайте знакомств можно. И даже более того, скажу, что я сделал такое наблюдение, что люди в целом по своей психологии, что в реальности, что на сайтах знакомств плюс-минус одинаковые. Потому что психология, потому что люди по своей природе одинаковые. Просто есть свои особенности, что в реальности, когда ты подходишь знакомиться, что в интернете. Потому что в реальности люди носят определенные маски и играют определенные роли, показывают, какие они хорошие, вежливые, тактичные, деликатные, как они имеют общаться. А в интернете там все гораздо проще. Но с другой стороны, в интернете ты не можешь почувствовать человека, ты не можешь сразу понять, какой он. А реальность может оказаться совсем иначе, совсем другой. Именно поэтому надо сводить эту переписку к минимуму и стараться поскорее встретиться, пообщаться вживую. Но сильно не рассчитывать, не возлагать каких-то больших надежд, а просто, чтобы это была ознакомительная встреча, простая, пообщаться, провести время, не вкладываться сильно долго и сильно много. Где-нибудь в нейтральном месте, там, если лето, можно где-нибудь в парке прогуляться с кофеечком. Если это плохая погода, можно съесть в кафе попить чай или тот же кофе банальный, там, с пироженкой, почему бы и нет. А потом уже смотреть, понравились вы на самом деле друг другу или не понравились. В конце концов, зачем кого-то из себя изображать? В конце концов, отношения между мужчиной и женщиной, отношения всегда это обычная банальная бытовуха. Не надо из себя никого строить, не надо казаться тем, кем ты не являешься. В конце концов, жизнь большинства девушек, современных тем более, она скучная и унылая, так же, как и их интересы. Точно так же скучные и унылые. Ну, чем вот они интересуются? Как они проводят свободное время? Кафешки, рестораны, парки, погулять в центре, поболтать с подружками, посидеть в социальных сетях и все. А, еще в магазины сходить, посмотреть каких-нибудь себе шмоток. Вот и все интересы, какие там еще нафиг интересы. Ну, иногда бывает там, допустим, кто-то занимается фитнесом, танцами, может быть, еще чем-нибудь занимаются, более такие влеченные девушки. Но в целом, жизнь большинства девушек полна рутины, бытовухи, да, в принципе, как и любого человека в целом. Поэтому, чего из себя выделываться? Надо быть в этом отношении гораздо проще, не строить из себя кого-то. И не надо пытаться искать в ком-то какого-то принца или образ, образ принца или образ такого человека, который будет прям вот практически как супергерой. Нет, люди все плюс-минус обычные, нормальные, просто все со своими особенностями, со своими увлечениями, характером. Да, кстати, вот здесь еще у меня есть примеры анкет, которые самые-самые ненормальные, да. Вот, кстати, да, ну вот что ты чувствуешь, когда ты видишь вот эту фотку? Ну, это же ужас, да. Такой прям вызов. Мужчина сказал, мужчина сделал. Женщина – это стиль, вкус, показатель культуры и уровень жизни мужчины. Только Москва. Мужчина спросил у мудреца, почему у женщин так часто болит голова. А что мудрец ответил? Голова болит только от слабых мужчин. А, типа, если у нее забыли голова, тебе значит ты слабый. А от сильных мужчин она кружится. Понимаешь, вот так вот. Вот тоже прикол. Это я делал скрины с другого сайта знакомств, когда тоже активно сидел. Ну, привет, не ликвиды. Ну, тем, кто, видимо, стесняется в реальности подходить. Со мной можно пивка выпить. Вот так девушка написала. Мужчаки, которые будут мне писать, если пришлютить член, полетите в блог. Видимо, бывают и такие варианты. Так, это варианты переписки с девушками. А, еще, кстати, бывает очень много разводов на сайтах знакомств. Да, вот там был один развод. Якобы девушка начала требовать положить денег. Вот, причем это было не первый раз. В итоге вот этим все закончилось. Такого бреда, такой дичи очень много. И я иногда думаю, ну вот откуда, откуда вы это берете? Откуда у вас это в голове вообще возникает? Неужели вы не думаете, что нормального мужчину вы так не привлечете? Нормальный мужчина будет искать приятную, милую, хрупкую, нежную, покладистую, да, внимательную девушку. Но это не означает, что она будет какая-то униженная, приниженная. Нет, это означает, что она просто будет женственная. Ты просто будешь ее защищать этим самым. Ну, то есть ты, в смысле, парень. Вот. Поэтому как-то так. Пишите свои вопросы, комментарии. И всякие эти накаченные губы. Практически у каждой везде губище, губище. Ну, хорошо. Спасибо, что посмотрели это видео. Пишите свои комментарии, вопросы. И до встречи в следующих видосиках. Субтитры сделал DimaTorzok